Майкла Калви называют одним из старейших и важнейших инвесторов в российскую экономику. Теперь он находится за решеткой. Грозит ли это России проблемами? Вот один из самых обсуждаемых вопросов на неделе. Вопросов, которые мы собираем здесь, в Кубе. Боюсь, что нам будет очень долго и сложно объяснять, прежде всего, иностранным инвесторам, что надо инвестировать в проекты в Россию. На фоне заявления российского руководства о создании благоприятных условий для бизнеса уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов сетует, что ему все сложнее убеждать инвесторов инвестировать в Россию, особенно после дела основателя фонда «Баринг Восток» Майкла Калви. В западных изданиях действительно эта история служит иллюстрацией того, как Москва относится к бизнесу. Блувер пишет, кто в безопасности в России после ареста основателя фонда «Калви». Бизнес-аналитик Скотт Роуз напоминает, что «Баринг Восток» был основан в начале 90-х, и с тех пор этот фонд составил капитал в несколько миллиардов долларов. А сам Майкл Калви относится к немногочисленным западным инвесторам, которые, несмотря ни на какие кризисы, сохраняют верность России. Корреспондент Financial Times Макс Селден отмечает, что ситуация, которая сложилась вокруг Майкла Калви, крайне неблагополучна, особенно после заявлений следователей о том, что они ищут новых подозреваемых, и после сообщения о том, что арест Калви санкционировал лично президент Владимир Путин. В Кремле наставлено о том, что Владимир Путин не выражал своего отношения к делу Калви, а лишь констатировал факты. Тем не менее, в прессе уже сформировался образ предпринимателя, которого преследует согласие высшего руководства страны. Корреспондент Телеграф Олег Лун отмечает, что Путин не до конца честен. С одной стороны, на публике он говорит о том, что бизнес не должен бояться уголовного преследования. С другой стороны, за пулисами он соглашается со следователями и со старыми друзьями. А Калви, как отмечает Лун, преследует из-за того, что он оказался в конфликте с близким другом семьи секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. Этой же версии придерживается Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала, и политик считает, что речь идет об упадке государства. Какой-нибудь сын друга Патрушева должен был сказать другу сына Патрушева, «Слышь, друг, Калви – важный для нас человек». Но такого не случилось. Это государство пожрет самое себя, уверен Рыклин. Политическую подоплеку в этом деле видит и журналист Сергей Доренко. Он, впрочем, полагает, что это связано с отношениями Москвы и Вашингтона. Майкл Калви, по его словам, окажется за решеткой надолго и станет пленником. Пленник хорош и подразмен, подполитический размен. Это все можно рассматривать в продолжении линии «С нами не хотели говорить, а теперь поговорят», полагает Доренко. Так чем грозит дело Калви и несет ли это больше пользы или вреда Россия? Является ли это сигналом для тех, кто желает заниматься бизнесом? Участники опроса на сайте Евроньюз и на страницах Евроньюз в социальных сетях разделились. Более 60% не рекомендовали бы инвесторам после дела Калви приезжать в Россию. А как думаете вы? Голосуйте, объясняйте вашу позицию на страницах Евроньюз и следите за Кубом.